Уважаемые друзья, мы благодарны Общественной Палате Российской Федерации за приглашение принять участие в этом круглом столе. Уверен, что наша совместная работа позволит перейти на качество новый уровень в нашем сотрудничестве. Республика Абхазия, как мы ее называем, Абсны, в переводе «страна души», расположена на 8665 километров. С запада на восток более 170 километров, с юга на север 65. Общая длина границ 600 километров. Из них 390 сухопутных и 210 морских. Территория Абхазии разделена на 7 административных районов. Столица Сухом, самый развитый туристический регион Гагринский. Огромным потенциалом обладают Гулерибский и Ачамчирский район. Так как Абхазия маленькая страна, хотел бы заметить, что все достопримечательности Абхазии, такие как озеро Рица, Новоафонский монастырь, Новоафонская пещера, город Гагра, пещера Воронья Грубера, можно посмотреть за один день. Это очень важно и очень удобно. Основной религией в Абхазии является христианство. Но в Абхазии никогда не было и быть не может религиозных распорий. Считаю важным подчеркнуть это, учитывая реалии современного мира. В 2015 году Абхазию посетило более 5 миллионов туристов. В том числе на одновневные экскурсии приехали 400 тысяч человек. Это превышает все предыдущие показатели, даже показатели советского периода. Хотел бы заметить, что большинство туристов приезжают естественно с Российской Федерации. Учитывая тесное сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Абхазии в области обороны, экономики, можно с уверенностью сказать, что возобновление конфликта с Грузией на сегодняшний день невозможно. Хотя долгие годы клише «горячие точки» отпугивало потенциальных туристов. Именно Российская Федерация первой признала независимость и суверенитет Республики Абхазия, за что мы ей безмерно благодарны. Рекордные показатели 2015 года им сопутствовало несколько причин. Конечно, это грандиозное проведение 22-х Олимпийских игр в Сочи, в 20 километрах от туристической столицы Абхазии Гагры. Экономические факторы, политические и геополитические факторы. И, конечно, климатические условия, великолепие природы и традиционное абхазское гостеприимство. Во всей Абхазии в санаторно-курортном комплексе более 16 тысяч койко-мест. Из них в Гаградском районе более 11 тысяч. И как минимум в три раза больше в частном секторе. Что касается данного общественного союза, я хотел бы сказать то, что в моем докладе было много очень, на мой взгляд, интересных вещей. Дмитрий Давыденко встречался с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба, с министром по курортному туризму Австандилом Гацки, с главой администрации Гаградского района Бесланом Барциц. То есть была огромная работа проведена, и все те начинания, которые ведет Общественная палата Российской Федерации, поддержаны президентом Республики Абхазия. Спасибо.